Предмет кубановедения появился в школах Краснодарского края в 2004 году. Примерно в это же время в календаре школьных олимпиад появилась и олимпиада по этому предмету. Ее зональный этап для лучших зонтагов Кубани из Славинского, Абинского, Крымского, Темрюкского и Красноармейского районов прошел на днях в нашем городе. Много ли вы знаете о Кубани, о нашей родине, богатой, интересной и древней? Задавшись целью привить подрастающему поколению любовь к своей малой родине, в Краснодарском крае ввели уроки кубановедения. И, конечно же, лучшие учащиеся по этой дисциплине традиционно встречаются на интеллектуальном соревновании, которое проводится в форме олимпиады. Сложность этого состязания заключается в том, что информация, которая нужна для получения хороших результатов, не хранится в одном месте. Олимпиадные вопросы охватывают широкий спектр знаний о Кубани, от ее географических особенностей до традиций и культуры. Подготовка к кубановедению, не могу сказать, что она проходит очень быстро, поскольку это все знания, применяются здесь, которые накапливаются с первого класса. Они приобретаются в поездках по краю, из дополнительной литературы и многое-многое другое. Поэтому подготовка к данному мероприятию – это дело ни одного дня и даже ни одного месяца. На выполнение задания учащимся отводится три часа. Олимпиадные вопросы составляются в крае, а распечатываются перед самым началом испытания. Предугадать, что будет в билетах в этом году, невозможно. Это заключительный этап. Победители станут именно теми, кто в крае окажется лучшими. Итоги зональной олимпиады по кубановедению оказались приятными для школьников Славянского района. Среди 11-ти классников в числе призеров оказались Алина Лалетина из 51-й и Елизавета Стрелкова из 17-й школ. Также в числе призеров – Мальвина Шадринцева, восьмиклассница из 1-го лицея. Кроме того, в этот день на базе 16-й школы проходила политехническая олимпиада, по итогам которой победителем стал учащийся 1-го лицея Константин Почевалов. Призовые места получили Анна Онгурян и Данила Гаврилов. После того, как все зональные этапы пройдут, по итогам краевого рейтинга, кто-то из наших победителей, возможно, будет представлять Славянский район на краевом этапе интеллектуального состязания.